Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волны из штата Вирджиния. Спасибо, что снова принимаете меня в своем доме. Наша встреча — это не случайность, она была запланирована Богом. Бог работает сквозь времена и сроки. Библия говорит, что для каждого действия есть свое время. Я верю, что эта программа тоже запланирована Богом специально для вас. Давайте прямо сейчас перейдем к посланию и послушаем Слово Божие, которое приготовлено специально для вас. Итак, наслаждайтесь Словом. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 1 главу 14 стих и прочитаем. «Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Речь идет об Иисусе. Слово стало плотью. Слово Божие стало плотью и обитало среди нас. Все, что было сказано в Слове в Ветхом Завете, теперь стало плотью. Иисус — это воплощение Слова Божьего, и теперь оно обитает среди нас. Оно пришло от Отца полной благодати и истины. Полная благодати и истины. Полная не только благодати, но благодати и истины. Полная не только истины, но благодати и истины. Можете сказать на это «Аминь». Библия говорит, что мы должны говорить истину или правду в любви. Я знаю людей, которые любят говорить правду, но мы должны говорить ее в любви. Я вспомнил некоторые моменты моей жизни и понял, что многие люди любят правду, но нужно не забывать и о благодати. Вот один из примеров. Кто-то говорит, раньше ты был таким толстым, раньше ты был таким жирным. Я слышал, как люди это говорят. Ты был таким толстяком. Сколько ты потерял? 15 килограммов. Я думаю, возможно, вы говорите правду, но вам не помешает мудрость и благодать. Такое отношение никого не может расположить к себе. Это никак не поможет человеку. Такие люди знают правду, но ничего не знают о благодати. А как бы благодать сказала то же самое? Благодать сказала бы, ты так хорошо выглядишь. Так держать. Правдолюб говорит, раньше ты мне не нравился, а вот теперь мне ты нравишься. Кто понимает, о чем я? Возможно, тот человек никогда и не знал, что он вам не нравился. Вам стало лучше? Потому что вы правдолюб. Раньше ты мне не нравился, а теперь нравишься. Но тот человек начинает думать, а почему это я ему не нравился? Почему бы вам не оставить эти мысли при себе, вместо того, чтобы выдавать их на публику? А как бы сказала благодать? Благодать сказала бы так. Чем больше я тебя узнаю, тем больше ты мне нравишься. Вот вам еще один пример, который я слышу довольно часто. Раньше я не понимал вашей проповеди, а сейчас понимаю. Возможно, это правда, но ее можно сказать иначе. Последнее время твои проповеди стали лучше. Но лучше было бы сказать так. Твои проповеди говорят прямо ко мне. Когда вы говорите «я в твоем возрасте», вы уже потеряли интерес собеседника. Я слышал, как людям, у которых много детей, говорят, «Вы что, не слышали о контрацепции?» Добавьте к своей истине хоть немного мудрости. Я также слышал, как люди с хорошими намерениями говорят, «Разве люди не читают Библию?» Когда вы так говорите, то ставите себя на ступень выше других. А вот еще один пример для всех тещ и свекровей. Когда вы идете в гости к сыну или к дочери, а они ведут домашнее хозяйство не совсем так, как вы, не говорите, «Ну, в вашем доме всегда беспорядок». Не будьте такой свекровью или тещей. Не говорите, «А вам помочь с уборочкой?» Не будьте свекровью из сериала «Воронины», которая постоянно указывает на ошибки в чужом доме. Кому-то, надеюсь, это помогает. Или же ваши дети ведут себя очень плохо. Однажды один правдоруб спросил у Шерон, «Как ты можешь встречаться со Стивом?» «У вас же такие разные уровни IQ». Наверное, вы думаете, что Шерон, было неприятно это слышать, потому что понятно, что у Стива высокий уровень IQ. А вы-то как думаете? Нет, на самом деле Шерон очень умная. Я хочу похвастаться. В одном из штатов Австралии она вошла в десятку лучших выпускников страны. Она очень умная девушка. Получается, что я выгодно женился? Очень и очень даже выгодно. Но если она такая умная, то почему же она выбрала меня? Библия говорит, что Бог избирает немудрое этого мира, чтобы посоромить мудрое. Я не против считаться глупцом ради Христа. Математика не была моей сильной стороной в школе. В моем аттестате стоит тройка, и даже это было чудом, но по-английскому у меня всегда были самые высокие баллы. Это очень возмущало моих учителей, потому что я ничего не учил и ничего не читал. Просто английский легко мне давался. Человек, который сказал «это Шерон», так же, как и Шерон, имел высокий уровень IQ. И, может, в этом есть доля истины, но совсем уж нет никакой благодати. Поэтому я призываю вас не забывать о благодати. Благодать — это незаслуженная божественная помощь. И мне это очень нравится. Вы ее не заработали и не заслужили. Она божественная. И эта помощь, данная людям для их возрождения или освящения, это сила, исходящая от Бога и способствующая освящению. Мне это нравится. А вам? Еще одно значение слова «благодать» — это короткая молитва или благословение перед едой. Я хотел бы заметить, что это короткая молитва. Именно так. Иногда, когда я слышу, как люди молятся перед едой, мне хочется попросить Бога заново подогреть еду. Запомните, короткая молитва. Когда я встречаюсь с людьми, иногда мне кажется, что они хотят впечатлить меня своей молитвой. Они молятся за весь мир, упражняются в красноречии. «Спасибо тебе, Господи. Ты владеешь всем скотом на земле. Благослови еду на нашем столе. Мы молим тебя об освящении и о твоей мудрости. Эй, я просто хочу поесть, поэтому, пожалуйста, короткая молитва». Послушайте, что написано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стихе. «Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истины произошли через Иисуса Христа». Значение слова «истина» — это верность или постоянство, искренность в действиях, характере, влиянии, состояние дела, реальное положение вещей, событий или фактов. Также это заявление, соответствующее факту или реальности. «Все это истина». Итак, нам нужно иметь и благодать, и истину, двустороннюю благодать и истину. Библия говорит, что Иисус полон благодати и истины. Я заметил, что некоторые люди используют благодать в качестве оправдания своих грехов. Мы можем поговорить об этом, да? Я часто это вижу. Посмотрите, что сказано в послании к Римлянам, 5 главе, 20 стихе. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Да, вы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Иными словами, где изобилует грех, там благодать изобилует еще больше. Если вы посмотрите на 1 стих 6 главы послания к римлянам, то вы увидите удивительные слова. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если Библия говорит, что при изобилии греха изобилует благодать, то, может, мы должны грешить? Что говорит Библия? Нет, Боже упаси. Некоторые люди используют благодать как оправдание для греха. Люди говорили мне, я христианин. Я женат, но я больше не люблю свою жену. Я люблю другую женщину. И теперь я посвящаю себя отношениям с этой женщиной и сплю с ней. А как насчет того, что Библия говорит быть верными своим свадебным клятвам? Это же называется прелюбодеянием. А человек мне отвечает. Я молился и понял, что я под благодатью, и Господь простит меня. Именно об этом сказано в этом отрывке Писания. Не используйте благодать в качестве оправдания своих грехов. Да, конечно, мы имеем и истину, и благодать. Их нужно свести вместе. Нам нужно убедиться в том, что мы не используем благодать для прикрытия своих грехов. Мы не должны использовать благодать для прикрытия наших грехов. А некоторые люди используют истину для осуждения. То есть... Существует две крайности, и некоторые люди используют истину для осуждения. Сейчас я покажу вам, как это выглядит. Евангелие от Иоанна 9, глава 1 стих. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Обратите внимание на этот отрывок. Вы понимаете, здесь говорится об учениках Иисуса. Я хотел бы сделать паузу и поговорить с вами о том, что нам нужна истина Слова Божьего. Она устанавливает стандарт. Но слава Богу за благодать Божию, которая помогает нам жить в соответствии с истиной. Мы только что дали определение благодати, а сейчас мы поговорим о том, что все мы прогрессируем. И мы будем неправы, если выберем что-то одно, например, благодать или только истину. Оставайтесь с нами, и вы узнаете больше о Божьей благодати и поймете, что все мы работа в процессе. Вы понимаете, если ученики Иисуса могли допустить такую ошибку, то можем и мы. Поскольку этот человек родился слепым, то он еще не успел согрешить. Может, согрешили его родители? Может, и их грех перешел на него? Заметьте, что единственный логический вывод, к которому они пришли, это то, что здесь точно замешан грех. И они говорят Иисусу, «Господь, мы хотим вести теологический разговор». Понятно, что этот человек грешник, ясно, что здесь замешан грех, но чей же это был грех? У них не было сомнений в том, что это был грех. Вопрос был лишь в том, чей грех сделал этого человека слепым. Некоторые люди используют правду или истину для осуждения людей. Иисус сказал, что не согрешил ни он, ни его родители. Мы все согрешили и отпали от славы Божьей. Но его слепота не имеет никакого отношения к его греху. Некоторые люди часто поступают так. Я слышу, как люди говорят, «Америка идет в ад. Бог судит мир. Бог судит всю Америку». Я слышу, как проповедники говорят, «Ураган Катрина был Божьим судом». Все эти катастрофы происходят, потому что Бог судит нас за наш грех. Но в послании к римлянам сказано, что Бог поместил свой гнев на Иисуса. И смерть Иисуса была жертвоприношением за грехи всех людей всех времен. И эта жертва была достаточной в глазах Бога. Поэтому сегодня Бог не делает всего этого. Нам нужно знать, под каким заветом мы живем. Грех влияет на жизнь грешника, да, но не думаю, что Бог судит за грех целой страны. Если это так, тогда жертвы Иисуса было недостаточно. Смотрите, как все обстоит на самом деле. Послание Иакова, 4 глава, 11 стих. «Братья, не говорите друг о друге плохо». Кто говорит плохо о брате или судит его, тот говорит плохо о законе и судит этот закон. А когда человек судит закон, то он уже не исполнитель закона, а судья. Есть только один законодатель и судья, и только он может спасти или погубить. «А ты кто такой, чтобы судить ближнего?» Это написал Иаков, брат Иисуса. Он говорит, есть лишь один судья. «А ты кто такой?» А мы судим моменты, судим фотографии. Часто мы сами виновны в несоблюдении закона, но мы судим других за то, в чем мы невиновны. Но мы также виновны, потому что, нарушая один пункт закона, мы нарушаем весь закон. И тут Иаков говорит, отстань. Кто ты такой? «Ты кто вообще?» Мы судим других за какие-то моменты, но я хочу еще раз сказать, что все мы работа в процессе. Бог еще не закончил работать над нами. Но если мы при первой же встрече осуждаем человека, то мы никогда не завоюем его для Господа. Это как основные моменты футбольного матча. Вы видите эти основные моменты, но не всю историю. Мы должны проявлять благодать к людям и давать им шансы измениться. Нам нужно убедиться в том, что мы видим всю историю и смотрим на всего человека. Самое время сказать «Аминь» на это. Слава Богу. Хорошо. Откроем следующий отрывок. Я хочу показать вам, что говорил Иисус по поводу того, что такое суд. К сожалению, церковь очень быстрая на осуждение. Мы слишком быстры на осуждение. Нам нужно иметь благодать и истину. И я хочу показать вам истину о том, что Иисус говорил о суде. Надеюсь, вы не против. В Библии есть история о трагической смерти каких-то людей. И вот люди решили, что они погибли, потому что это был суд Божий. Но Иисус не похвалил их за такие мысли. Это место находится в Евангелии от Луки 13 главе, точнее, 1 стих. А в это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Иисус говорит. Вы думаете, что они были плохими, потому что их кровь смешали с идольскими жертвами? Вы думаете, что их грехи были ужаснее грехов других галилеян? Но это не так. Не судите о жизни человека по тому, что с ним происходит. Иисус сказал «нет». А затем он говорит «но». Если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Если это не пример благодати и истины, то не знаю, что тогда. Мы говорим «башня упала». Люди погибают в авариях. Люди умирают каждый день, но это не суд Божий. Иисус говорит «если вы не покаетесь, то тоже погибнете». Мы все погибнем, но не от Божьего суда. Это совсем не соответствует тому завету, под которым мы живем сегодня. Нам нужно знать, какому завету мы принадлежим. «Вот вам истина. Бог ненавидит развод». Кто знает, что это истина? Библия говорит, что Бог ненавидит развод. Но где же благодать для этой истины? Бог не ненавидит разведенных. Почему Бог ненавидит развод? Потому что Он ненавидит то, что развод делает семьей. Любой, кто пережил развод, скажет вам, что это тяжело и сложно, особенно если есть дети, потому что детям приходится принимать много непростых решений. Если вы в разводе, Бог не ненавидит вас. Он ненавидит последствия развода. Вы знали, что в Ветхом Завете сказано, что Бог развелся с Израилем? Бог не только ненавидит развод, но и Сам разведен. Если вы разведены, не нужно стыдиться, потому что Сам Бог развелся с Израилем. Посмотрите, что сказано в книге Иеремии 3, главе 7 стихе. Я думал, что после того, как она сделала все это, она вернется ко мне. Но она не вернулась, а ее вероломная сестра Иудея видела это. Я дал изменнице Израилю разводное письмо. «Бог говорит, я развелся с Израилем». Он написал, «Я развожусь с тобой». Вы понимаете, что Бог женился несколько раз? Да, истина в том, что Бог ненавидит развод, но Он не ненавидит вас из-за развода. Он лишь ненавидит то, что развод делает с людьми. Итак, люди прикрываются благодатью, чтобы уйти от ответственности, и они избегают истины. Это те две крайности, которые мы часто видим в церкви. Некоторые люди используют истину, чтобы осудить или раздавить человека без всякого сострадания. Фарисеев больше волновало то, что Иисус исцелял в субботу, а не здоровье человека. Поэтому я решил дать вам несколько примеров баланса благодати и истины. Возьмем, к примеру, десятину. Некоторые говорят, десятина — это Ветхий Завет. Во-первых, это неверно, потому что десятина была еще до закона, когда Авраам дал десятину Мелхиседеку. Каин и Авель приносили Богу приношение. Библия говорит, что Авель принес Богу первые плоды. Фраза «первые плоды» означает то, что пришло первым. Затем мы видим, как Авраам дает десятину Мелхиседеку. Мы видим десятину до закона, во время закона и после закона. Мы видим ее и в Новом Завете. Кстати, мой друг написал книгу и попытался доказать важность десятины, используя только Новый Завет. Кстати, я уже заказал тысячу экземпляров этой книги, чтобы подарить ее нашим финансистам. Он решил доказать десятину, совсем не ссылаясь на Ветхий Завет, потому что некоторые люди говорят, «О, это с законом, а мы больше не под законом». Это любители правды. Другие говорят, «Мы не даем десятину, потому что мы под благодатью». Если вы под благодатью, то благодать делает еще больше. Поэтому для вас десятины — это вообще-то минимум. Вот вам и благодать, и истина. Еще один пример. Посещение церкви. Благодать говорит, ходить в церковь не обязательно, а истина говорит, церковь — это дом Божий, который устанавливает его царство на земле. Если бы вы знали силу церкви, то понимали бы, что не посещая ее, вы наносите вред своему благополучию и благополучию своей семьи. Да, мы под благодатью, но Библия говорит, «Не оставляйте собрания святых, как это делают некоторые». Некоторые люди ходят в церковь, когда им взбредет в голову. Новая статистика по Соединенным Штатам просто шокирует. Надеюсь, такого не будет в нашей церкви. Посвященный христианин, Божьему, не допусти этого в нашей церкви. Итак, посвященный христианин в Соединенных Штатах Америки посещает церковь один раз в месяц. По-моему, это совсем не посвященный христианин. Библия говорит, не оставляйте собрания святых, как это делают некоторые. А если вы смотрите нас онлайн, то мы очень рады, что вы нас смотрите. Но если вы живете неподалеку и можете прийти сюда, то вам лучше быть здесь. Не говорите, я не хочу быть частью церкви. Я хочу ходить туда, куда мне вздумается. Если вы ходите в церковь раз в месяц, то я жду вас на следующей неделе. Аминь. Библия говорит, что посаженные в доме Господа. Мне не нужна церковь. Я работаю шесть дней в неделю, и мне нужен выходной. Я проведу его наедине с Господом, посмотрю проповедь в интернете или сделаю что-то еще. Но я хочу сказать вам, что нам нужна церковь. Церковь нуждается в вас. Приводите свою семью. Пусть ваши дети будут посажены в доме Божьем. Врата ада не одолеют только одно место. Церковь Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мои дети, мои финансы и я сам находились в том месте, которое ад не одолеет. Надеюсь, вам понравилось это послание. А сейчас я хотел бы поговорить о ваших отношениях с Иисусом. Библия говорит, что Иисус полон благодати и истины. Истина в том, что всем нам нужен Иисус, и прекрасная новость в том, что мы можем рассчитывать на Него по благодати. А вы знаете Его как своего Господа и Спасителя. Хотел бы помолиться за вас, если вы еще не приглашали Иисуса в свое сердце. Давайте помолимся. Просто скажите такие слова. «Господь Иисус, войди в мою жизнь и прости мои грехи. Спасибо за то, что Ты умер за меня. Я принимаю Тебя в свое сердце. Я верю сердцем и исповедую устами, что теперь я христианин. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Если вы произнесли эту молитву, то я приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна. Приходите к нам поскорее. Все детали по адресу, которые вы видите на экране. Если вы придете, то мы подарим вам эту книгу, которая называется «Жизнь христианина». Прошу вас, когда придете, расскажите, что смотрели нашу программу. И мы с радостью подарим вам эту книгу. Из нее вы почерпнете очень много полезного для себя. Мы будем рады встретиться с вами. Приходите. В жизни это еще лучше, чем по телевизору. Божьих благословений и до новых встреч. Люди со всех уголков страны приезжают в колледж Волна, чтобы подготовиться к служению или получить образование для дальнейшей карьеры. Колледж Волна современный, изменяющий жизнь и очень доступный. Мы рады сообщить, что теперь колледж предлагает степень бакалавра в партнерстве с Юго-Восточным университетом. Не упустите эту прекрасную возможность. Для получения более детальной информации обращайтесь на наш веб-сайт. Приглашаю вас на наше служение, которое проходит каждое воскресенье в 9 часов, 11 часов и 18 часов по адресу, который вы видите на экране.